В фестивале открыли спортивные соревнования между командами студентов аэрокосмического факультета и курсантами школы-интерната с первоначальной летной подготовкой. Будущие летчики и штурманы соревновались в легкой атлетике, подтягивании, стрельбе и плавании. Евгений Ануфриев один из тех, кто защищает честь аэрокосмического факультета. Я занимался плаванием в детстве в школе Олимпийского резерва. Я неплохо плаваю, поэтому меня добрали. Заплыв один, то есть это в общем-то праздничный заплыв скорее, чем соревновательный процесс. То есть люди должны почувствовать, так сказать, праздник. После соревнований праздник переместился в конференц-зал ЮРГУ. И уже здесь студенты и курсанты летных специальностей встретились с руководителями авиапредприятий и ветеранами летного дела. Виктор Рощупкин и Гука Петерс рассказали молодому поколению о своей нелегкой судьбе и любви к небу. Очень много рассказывается таких вот личных вещей, личных каких-то переживаний. Сегодня прозвучало о том, что у нас действительно богатая культура авиации, традиции ее, и нужно укреплять. И вот эти вот вещи, которые мы сегодня с детьми проводим, ну это как раз показатель того, что у нас преемственность поколений существует. Вместе с тем представители авиационной компании «Чел-Авиа» рассказали об особенностях профессии летчика. Например, пилотам международных рейсов в работе не обойтись без знания английского языка. Для ребят, которые серьезно относятся к занятиям, серьезно относятся к английскому языку, очень хорошие перспективы. Самые новые, самые современные самолеты в любых компаниях России и полеты, естественно, по всему миру. День космонавтики для ЮРГУ особенно значим, ведь наш университет – первый классический вуз в России, в котором проводят подготовку пилотов гражданской авиации. И на протяжении нескольких лет в вузе создавались все условия для тех, кто покоряет небо. В Киеве работал.